ребята девочку заманили в эскорт одна девочка рассказал как она пошла работать в хостел за 350 тысяч в месяц хорошо у меня есть тоже история искала ей работу и тут мне попадает это приглашение хостел всякое такое иду на собеседование мне говорят что я просто не прохожу пати герл пойдешь работать кто такая пати герл как изначально объяснить девушка праздник сидит знакомится с мужчинками всякое такое все короче прошли обучение тоси босси только ресторан открывался все но как потом выяснилось это был эскорт я просто не знаю как сказать чтобы меня не заблокировали нам рассказать что нам нужно делать это был чисто мужской бар приходит мужчинки к ним подсаживаемся знакомимся разговариваем то есть их развлекаем были приватный танцы приватный танец три минуты то есть один трек около 3000 далее за все коктейли за все позиции нам идут процент то есть там один коктейль сто от полторы тысячи рублей 300 рублей нам в карман далее мы всегда нам говорили что мы должны затощить их вип потому что випки час наших посиделок с ней 5 ксарей гость заказывает бутылочку вина мы идем записываем это себе на чек с этой бутылочки нам идет 50 процентов как бы я уже тогда призадумывается что что-то не так думаю пора сваливать после одного случая а еще забыла сказать приходили мы в 6 вечера или в 5 собирать нас красили стилисты одевали 8 вечера мы должны были уже идти в зал плюс мы не должны были сидеть мы должны были всегда танцевать можно было сходить покурить выпить кофе смен 12 часов мы там будет ровно 12 часов 6 до 6 утра но так вот заводят на себе в гримерку и говорят гость хочет уехать с девочкой с продолжением на то самое нам рассказать то что есть такие позиции танго румба бальс танго 1 час там по 20 тысяч румба это 6 часов или 12 ну короче 60 тысяч а бальс это 24 часа там около 300 или 200 тысяч что я вот это все послушала офигела и потом они нам говорят почему вам не рассказали это сразу ну чтобы вы не напугались не испугаясь не убежали не важно что сейчас уже вся половина девочек ушла но некоторые остались там многие девочки ездили приходили гости гуляли на 2 миллиона рублей один гость просто приходил мы весь вечер всю ночь развлекать чаевые хорошие главное что чаевые были хорошие ребята всем здорова саныч на связи всех вас от приветствовать у себя на канале ребята мне кажется что чаечка ну слегка не договариваясь что там было еще да то есть приватные танцы там посиделки на коленках там да развлекание гостя разводить его на бабки там випку вообще зачем ходят випку напишите мне просто в комментарии да то есть нет я ни с кем не спала в принципе да ну випку мы ходили картины пикассо посмотреть я ему альбом со своими разукрашками покажу да именно в випке сделали ребят это знаете из той серии как допустим да я ходила там спала там ну короче все все эти вещи перечислил да вот собрала себе на машину квартиру переехала в таиланд да денег на счету нормально вся в золоте а потом я поняла что я делаю какие-то развратные вещи меня заиграла собственное достоинство и самолюбие я бросила это дело это как-то так вот выглядит ребята пишите верите ли вы это чаечки или нет